Здравствуйте, дару пожаловать на программу Вести Крачево-Черкесия. События понедельника в репортажах наших корреспондентов. В республиканской столице идет строительство нового корпуса дома-интерната общего типа для престарелых и инвалидов. В очередной раз на стройку прибыли представители власти. Они провели мониторинг хода строительных работ на данном объекте. О том, когда планируют его сдать в эксплуатацию и о необходимости строительства здания узнавала Альбина Ламкова. Этот объект является особо важным для Карачаева-Черкесии, отметил министр труда и социального развития республики Руслан Шаков. Новое здание дома-интерната для престарелых сможет разместить 122 человека. Возводят его по проекту «Старшее поколение национального проекта «Демография» на 2019-2024 годах. В действующем корпусе проживает около 50 человек. К сожалению, это жильцы, которые нуждаются в постоянном уходе. Постельные, отметил Руслан Айцевич. По мере запуска нового здания будет возможность ликвидировать небольшую очередь, которая образовалась в группе «Милосердие». На сегодняшний день в доме престарелых проживает два участника Великой Отечественной войны, 11 ветеранов труда, 6 человек реабилитированных лиц, даже ликвидаторы Чернобыльской катастрофы. Мы считаем, что так же, как и те, конечно, остальные наши достойные ветераны, они заслуживают все условия для комфорта, но приближенного к домашним условиям проживания нашим жильцам. После ввода здания в эксплуатацию увеличится количество жильцов. Естественно, штат тоже будет расширен. При этом будут учтены все категории. Это и врачи, и санитарки, и младший медицинский персонал, социальные работники и психиатры. Чтобы успеть сдать объект в сроки, развернули масштабную стройку. Здание современное и красивое. Большая часть работ уже выполнены, хотя вначале были определенные сложности в строительстве объекта, так как это – долгострой. Начало его было положено еще в 2005 году. Вновь его стали возводить в январе. То, что сделано и то, что мы делаем – это две большие разницы. Потому что здание очень старое было, несовременное, но сейчас переделывает все в новый лад. Делается по всем нормам, по всем этим. Противопожарное, вот это все, обеспечение уходу. На каждом этаже есть инвалидные, где они находятся, именно комнаты отдельно, где купать. Работы по инженерным коммуникациям уже завершены. Сейчас на стройке трудится около 50 человек, но их количество зависит от объема выполняемых работ. В определенные дни эта цифра увеличивается на 10, а то и 20 людей. 80% работ уже выполнено. Жилые помещения разделены на блоки. В каждой из них по две комнаты. Будут проживать по два человека. Тут также предусмотрена кнопка для вызова медперсонала. Комната сама светлая, уютная и просторная. Сейчас ведут работы по штукатурке и покладке кафеля в санузлах. Надо сказать, что они предусмотрены в каждой комнате отдельно. Для старшего поколения специалисты трудятся на совесть. Работаю около пяти лет приближительно. Качественную работу, конечно, сложно выполнить. Всегда попадаются какие-нибудь нюансы. То плитка кривая, то еще что-либо. Ну, стараемся делать. Объем работы большой. Сейчас на данный момент ложу плитку. Самый злой стараемся положить качественно. Все для людей, как говорится. Возводят здания на территории старого дома-интерната. Оба здания будут соединены переходом для удобства как постояльцев, так и сотрудников учреждения. Самое главное, что здесь мне понравилось. И тогда, и сейчас расположение комнат со всеми вытекающими там для инвалидов условиями. И самое главное, что отдельно и для персонала, и для наших жильцов будут все удобства. И отдельно вот эти посты медицинские посередине этажа – это тоже очень удобно. В здании будет работать два лифта. Третий и четвертый этаж предусмотрены для лежачих больных. На завершить строительство планируют до конца октября. Осталось постелить линолеум и покрасить стены. Потом приступят к установке оборудования. Параллельно строители будут благоустраивать двор. Альбина Ламкова, Роберт Джигутанов, Вести Карачаева, Черкесия. Министр сельского хозяйства Карачаева, Черкесия Анзор Баташев посетил крестьянско-фермерское хозяйство Алика Байрамукова, где ознакомился с ходом уборочных работ. О каких нацпроектах рассказал министр и какие программы поддержки сельского хозяйства реализуются, расскажет Харча Беджеев. КФК Алика Байрамукова является одним из крупных растеневодческих хозяйств республики, который ориентирован на выращивание пшеницы, кукурузы и сахарной свеклы. Предприятие осуществляет свою деятельность с 2008 года и признано Минсельхозом России лучшим свеклосеющим хозяйством страны. У фермера в нынешнем году обрабатываемая пашня составила 1760 гектаров. Из них 800 отведено под пшеницу, 560 занимает кукуруза и 400 – сахарная свекла. Из техники в наличии 6 комбайнов и 12 КАМАЗов. Министерство сельского хозяйства помогает. В этом году они оказали поддержку свеклосеющим хозяйствам. Я получил субсидию. Вот эти деньги, конечно, свою роль играли. И урожайность, и насыщенность для покупки техники. Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесия оказывает государственную поддержку в виде субсидий в рамках ведомственной целевой программы, разработанной по поручению главы республики. И для того, чтобы себя как-то защитить, Минсельхоз предлагает аграриям страховаться, развиваться и провести мелиорацию. Министр отмечает, что у них есть возможность поддержать такие хозяйства. У нас есть возможность поддержать таких хозяйств, которые страхуют, возместить у них расходы на страхование до 50%, а также поддержать их, если они будут проводить мелиоративные работы, до 70% возмещения расходов. В настоящее время Алик Аскорбевич готов проект, будет защищать экспертизу, как проведет экспертизу. Естественно, мы будем как-то пытаться поддержать именно в части мелиорации. Как отмечает Анзор Баташев, в нашей республике есть множество разных программ, в том числе и развитие малого и среднего предпринимательства, экспорт продукции агропромышленного комплекса, имеется возможность поддержать сельхоз товаропроизводителя. Это льготные кредитования, возмещение затрат по логистике, приобретение специализированного оборудования, новая программа на стимулирование зерновых культур. В конце своего визита министр вручил фермеру Алику Байрамукову почетную грамоту за многолетний добросовестный труд с пожеланиями процветания, хорошей погоды и урожая. Харча Биджиев, Мухаммед Ашибоков. Вести Карачаева, Черкесия. Прикубанский район. И вести из оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 53 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших составило 23 281 человек. Из них 21 096 выздоровели, 682 госпитализированы. МЧС информирует. Сегодня до конца суток местами по Карачаевой-Черкесии ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром до 20 метров в секунду. На реках подъем уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. В горах сход сели малого объема. И полную картину прогноза погоды дополнят наши синоптики. Это «Большие вести» в прямом эфире. Мы продолжаем. Спасатели Карачаева-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России имени Дзираева на принесение дежурства в составе группировки Северокавказского оригинального поисково-спасательного отряда спасли альпиниста из Санкт-Петербурга, который провалился в трещину на северном склоне Эльбруса в районе Джилусу. Мужчина шел в связке с группой альпинистов, что и спасло его от падения на большую глубину. Сотрудники МЧС с помощью альпинистского снаряжения извлекли мужчину из трещины и на санях спустили вниз. От медицинской помощи мужчина отказался. Спасатели республики, а именно Николай Беспало, Игорь Леднев, Азамат Аксалов и Рустам Кулов в очередной раз проявили свой профессионализм. В Карачао-Черкесии проходит оперативно-профилактическое мероприятие МАК-2021. Главная цель – выявление и уничтожение дикорастущих и незаконных пассивов наркосодержащих растений. Задержание лиц, причастных к незаконному распространению наркотиков, пресечении каналов поступления на территорию региона наркотических средств растительного происхождения. В ходе проведения операции МАК-полицейские уничтожили коноплю на площади 6 гектаров путем скашивания и последующего дробления. Мероприятия проводились совместно с представителями муниципальных властей. Сотрудниками Управления наркоконтроля МВД по Карачао-Черкесской республике выявлен очаг произрастания наркотикосодержащего дикорастущего растения конопля на восточной окраине села Пригородного Прикуманского района общей площадью около 2 гектаров. Данное растение уничтожается путем скашивания и дробления. Горнолыжный курорт Дамбай привлекает туристов не только зимой, но и летом. В теплое время гостей нашей республики ждут конные прогулки, восхождение в горы и отличная обстановка. Многие отмечают, что Дамбай – это отличное место для активного отдыха с семьей и друзьями. В этом убедился Аслан Гирюгов. Курорт Дамбай известен на всю страну своей красотой. Зимой сюда приезжают любители экстремального вида спорта. Но не только этим славится Дамбай. Многие туристы выбирают курорт для летнего отдыха. Кто-то совершает восслуживание в горы, кто-то приезжает вдохновиться красотой горного края. Для гостей республики с каждым годом создаются условия для комфортного и хорошего отдыха. Летом очень хорошо сказать, что вообще никого не бывает, ни туристов нельзя. Потому что у нас все равно выходные приезжают. У нас горы. Как один сказал турист, зачем нам Швейцарию, когда у нас Швейцария на Баку. Вон, пожалуйста, все горы самые ясные. Зимой свои интересы, летом свои. Зимой у нас одни горнолыжники. Чего стоят? Они постоянно есть, которые уже сколько лет. Вот мне уже по 70. Они уже по 30, по 40 лет приезжают. Именно мы, говорят, Тюйцов, о Дамбай никуда никому не будем. Будем всем рассказывать, но поменять нам, говорит, нет смысла. Те, кто не первый год работает в Дамбай, отмечают, что с каждым сезоном остаются только положительные эмоции. Возвращаясь из отпуска, о нашем курорте узнают еще большее количество людей, которые также приезжают познакомиться с красотами нашей республики. Все нормально. У нас сезон каждый год. Нравится. Все работают. Я уже 15 лет работаю. Летом туристам можно предложить. Есть специальные экскурсии. Есть ребята, хорошие ребята занимаются у нас экскурсиями. Всем нравится. Все работают. Все довольны. Что знаем, рассказываем, объясняем. Понимают. А так, все, мне нравится. Уже столько лет работаю. Уже приезжайте. Всегда рады. Ждем. Своими впечатлениями с нами поделились туристы. Очень понравилось. Невероятно красиво. Я счастлива, что я попалась. Как вам вообще, короче, врачи все понравились? Замечательно. Очень дружелюбные люди. Очень вкусно. Я не первый раз у вас. Я из Таврополя. Мне очень нравится. Вообще обожаю вашу культуру, народ. Мы приехали с города Светлограда и давно хотели сюда приехать. Были в прошлом году и решили еще в этом году приехать. Ну, не получается, но летом почти каждый год приезжаем. Нам очень нравится. Поднимались на третий уровень. Что больше всего запоминается? Горы. Горы в снегу, красота, речки, зелень. Просто неописуемая красота. И мы готовы каждый год приезжать. Мы приехали из Новосибирска, выбрали Донбай, потому что тут очень красиво. Мы никогда здесь не были. И еще мы узнали, что тут есть такая достопримечательность. Тарелка донбайская знаменитая. И мы вот тоже до нее доехали. Очень красиво. Вы знаете, мы каждый год приезжаем в Пятигорск. И из него всегда приезжаем либо на Эльбрус, либо на Донбай. Это стандарт нашего путешествия. Очень любим. Приезжаем сюда часто. Раз в год минимум. Природа, красота, потрясающие города. Чувствуешь себя, ну не знаю, такое вот ощущение. Там всемогущим человеком, наверное, так. Приезжая в Донбай, каждый найдет для себя то, что ему по душе. Очень часто к нам в республику приезжают талантливые и начинающие художники, которые находят вдохновение в горах и лесах. Также известный курорт часто становится площадкой для проведения республиканских и всероссийских форумов. Хорошая компания и прекрасные локации. Все это может предложить людям Донбай. Аслан Гирюгов, Мухаммед Ашивоков. Вести Карачаева, Черкесия. Таким был понедельник Карачаева, Черкесия. Прямо сейчас первые серии фильма в плену у прошлого. Приятного просмотра и ждите вестей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова